Продолжение следует... 9 человек были задержаны на Майдане независимости в Украине за участие в акциях протеста. Причем задержали во время провокации, организованных представителями власть. Им хотят организовать до 8 лет лишения свободы. Мы этого не допустим. Мы будем стоять тут, мы будем стоять на других площадях Украины до того момента, пока каждый украинец, который вышел на мирную акцию протеста, снова не окажется дома. И до тех пор, пока не будут реализованы наши требования. Это отставка правительства, отставка президента Украины. Мы не делали блокирование учреждения. Единственное, что мы предлагали всем сотрудникам определиться со своей позицией. Если они поддерживают нас в том, чтобы освободить этих девятерых ребят, которых незаконно задержали, им достаточно было поставить свою подпись просто на плакате «Освободите ребят». И тогда наши ребята бы встали и их пропустили. Если нет, то у них тоже была возможность зайти, но только переступая через головы людей, которые там лежали. И большинство так и делали. Вот с такими вот ряхами в шубах из бобра, из песца. Заходили внутрь, переступая через людей и абсолютно этого не стеснялись. Евроинтеграция – это гибель для нашего народа. Еще фан-затворник, святитель говорил, что Западом наказывал и накажет нас Господь, а нам их толк не берется. То есть вы против евроинтеграции? Мы, конечно, против интеграции. Россия с Украиной? Да, потому что, как говорится, Россия, Украина, Беларусь вместе с Святой Русь. Мы все за то, чтобы мы были едины, как мы вышли и скупили крещение больше тысячи лет назад вместе, одни народом. Вот так и мы и сейчас за то, чтобы это единство сохранялось. Все старцы наши, святые отцы в церкви говорят, что если мы это разорвем, то это будет гибель. У нашего президента есть его гражданская гвардия. Это мы с вами. Мы твердо заявляем, что мы всегда поддерживаем и будем поддерживать нашего народного президента Виктора Федоровича Януковича, который ведет нашу страну, нашу нынку Украину демократическим путем. Я пришла сюда отстаивать позицию своего президента. Мы не против Евросоюза. Никто не сказал. Но извините меня, Евросоюз к нам пришел с такими лозунгами, которые Украине неприемлемыми. Первые лозунги у них были «Легализуйте геев и лесбиянок». Мы нормальная страна, мы не банановая страна, чтобы к нам приходить с такими лозунгами. Вы скажите нам, что мы в Украине, что вы создадите нам рабочие места, что вы обучите, дадите образование нашим детям. Тогда мы посмотрим, вступать нам в Евросоюз или не нужно вступать. Они с нами разговаривают не на равных, а как с банановой республикой. Мы с покон веков жили с Россией, с Белоруссией, с Казахстаном. Мы мирные люди и мы не хотим, чтобы нас постоянно потрясали вот эти вот всякие цветные революции. Поэтому я здесь и отстаиваю эту позицию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова